Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ СССР, службы внешней разведки РФ, присоединяется к эфиру «Фридом». Сергей Олегович, добрый день. Здравствуйте, Екатерина. Если говорить о вот этом покушении, которое готовилось на генерального директора Райан Металь, то насколько вообще сложно организовать подобного рода покушение? Покушение это всегда сложно организовать, если это человек заметный, если у этого человека есть возможности организовать собственную безопасность. Мы не сомневаемся, что у директора концерна Райан Метал есть вполне достаточно средств для того, чтобы ездить на бронированной машине, иметь охранников каких-то и так далее. Но, тем не менее, Германия спокойная страна, и, конечно, понятно, что он не перемещается так, как перемещается канцлер Шольц или, допустим, Владимир Путин. И поэтому, конечно, на промышленника всегда есть возможность легче немножко организовать какое-то покушение. Но, с другой стороны, это все равно связано с какими-то рисками, потому что мы видели в той же Германии, когда офицер ФСБ убивал, допустим, Хангишвили Красиков, его в итоге арестовали, его поймали и так далее. То есть, на самом деле, это не такая простая вещь. Вернее, организовать покушение, может быть, и не очень сложно, но сложно организовать покушение, по которым исполнители не поймают, не посудят, не посадят в тюрьму и так далее. Вот это сложнее, чем просто организовать покушение. Вот точно так же, как в истории с Трампом. Стрелок, допустим, осуществил какие-то выстрелы, но в результате его не реализовали, он был убит. То есть, если исходить из того, что он должен уйти незамеченным с места преступления, то вот это очень сложно. А если пожертвовать исполнителями, тогда это немножко проще. Ну, а с другой стороны, был ли смысл в ликвидации генерального директора оружейного завода, да, по сути, либо тут другую цель преследовали, напугать, как-то привет передать, я не знаю, как-то корректно сформулировать в данной ситуации. Да, здесь больше, конечно, психологическое воздействие, потому что мы понимаем, что все-таки это большое предприятие, в котором, ну, есть генеральный директор, да, понятно, что от него там многое зависит, но у него есть заместители, и если он исчезает, то, естественно, на его место придет новый человек, который будет руководить. Но, может быть, расчет такой, что пока придет новый человек, будет пристраиваться, настраиваться, вот, то произойдет, может быть, какая-нибудь размонсировка деятельности этого предприятия, и в итоге оно может работать немножко хуже, чем работало до этого. Но это надо не знать Германию, да, потому что в Германии не от человека зависит, там, предприятие, где целый механизм, в котором есть, безусловно, у которого есть, безусловно, возможность продолжать работу и при гибели главного человека. Вот это в Российской Федерации, допустим, когда Министерство обороны, там, меняется все руководство и весь центральный аппарат, вот там может все расстроиться на несколько месяцев и, там, по минимуму, на несколько недель. Вот, но психологически, конечно, это будет иметь значение, потому что, ну, в общем, такая-такая акция, если она, она должна стать известна СМИ, потому что террористические акции, у них медийная составляющая, иногда две трети самой акции, то есть вот сама акция, допустим, физического воздействия, только всего, только одна треть проекта, а две трети – это медийная раскрутка этой вещи, чтобы создать ощущение террора, ощущение страха в обществе, может быть, усталости какой-то и так далее. То есть в этом смысле, конечно, это главная задача. Вот главная задача не убить человека, потому что, в общем, ну, я так думаю, что даже россияне понимают, что ему на смену придет другой человек. А для того, чтобы показать, что вот все, кто работают на победу Украины, все, кто помогают Украине, все, кто помогают ей с созданием даже там вооружения, которое ей передается, они все могут стать объектами воздействия, и, соответственно, поселить у них какой-то страх, может быть, нежелание даже там трудиться на этом предприятии, может быть, кто-то там уволится, скажет, нет или нет, я лучше там пойду работать, косивший в каком-нибудь там супермаркете, где у меня таких рисков не будет. Ну, это, в общем, не знаю, насколько этот расчет реально работает, потому что мне кажется, что, ну, вообще, вот терроризм в мире, он доказал, что он, на самом деле, своих целей не достигает. То есть это на какую-то минуту, это просто чаще всего является пиаром той группы, которая этим терроризмом занимается. Вот, ну, Путину пиар, по-моему, дополнительно не очень нужен, хотя ему нужно, чтобы в западном обществе было ощущение, что Путин всесилен и что он может проводить какие-то акции, в том числе в этом благополучном, хорошем, западном, богатом обществе, вот, которое не привыкло к тому, чтобы ему создавали какие-то помехи. Поэтому разговор идет не в одной стране. Вот вы правильно сказали, что там целая цепь, значит, таких диверсий запланирована была. И в Польше мы это видели, и во Франции мы видели, и в Германии видели, и в Голландии видели, и в странах Балтии видели. Вот, то есть на самом деле вот это самое главное создать, создать ощущение, что российские агенты повсюду, что шпионские сети пронизывают Европу, что они могут дотянуться до кого угодно. То есть вот цель такая. Но то, что мы об этом узнали, то, что их ловят, то, что их судят, а это в последнее время довольно много таких процессов, это говорит о том, что и западная полиция поняла, и западное общество поняло эти угрозы. Вот, и они тоже мобилизовались, в общем, гораздо больше, чем это было в последние, там, 20 лет. Потому что за последние 20 лет вот у всех контрразведок и полиции у них произошла переориентация прежде всего на исламский терроризм. Вот, и немножко на организованную преступность. Вот, а здесь и как бы про шпионскую вот эту историю, и про диверсионную историю российскую про нее забыли. Там были сокращены отделы советские старые, которые работали во время Холодной войны. Вот, теперь это все вернулось, вернулись бюджеты, вернулись задания, и мы видим публикации практически ежедневные, ну, еженедельные, это точно. Вот, кого-то здесь поймали, вот в Австралии там поймали супружескую пару, которая там работала, тоже шпионила их где-то. Потом вот там взяли нелегалов, там, в Норвегии, в Голландии российских, вот, там, в Англии кого-то арестовали. Вот, иногда им удается что-то сделать, иногда им удается сделать там какой-то пожар. Вот у нас там во Франции, значит, какие-то гробы они перед Эльферевой башней, значит, привезли, там, нанесли на стены. Антисемитские надписи. Вот, ну, у нас тоже, вот, допустим, поймали какого-то человека. Пусть это была его ошибка тоже, да, потому что был какой-то явно совершенно диверсант, который в гостинице недалеко от аэропорта Руасси, значит, у него просто он изготавливал самодельное взрывное устройство, и оно у него взорвалось, судя по всему, в руках. Вот, соседи вызвали неотложку, и когда она приехала, то выяснилось там довольно быстро, и подключилась полиция, что оказалось, что это террорист-диверсант, у которого там целый арсенал был в этом гостиничном номере. Вот, ну, не суть, как его поймали, главное то, что он был пойман, что это было напечатано, что это показали, и на самом деле контрразведки работают довольно эффективно. Ну, с другой стороны, слушайте, мы вроде бы, как вы говорили, вы даже предупредили мой вопрос, да, сказали, что, по сути, вот это то, что происходит, это терроризм, правда? Ведь это не совсем задание разведок и не совсем задание шпионов. Какие-то свои другие функции разведки выполняют сейчас российские, или только кошмарят Европу возможными терактами и планированием терактов? Очень правильный вопрос, спасибо, что мне задали, потому что вся эта история с диверсиями, она вообще к разведкам не имеет никакого отношения. Вообще, вот, когда, допустим, я приходил учиться в Академию внешней разведки, ну, тогда это называлось Краснодарный институт КГБ имени Андропова, вот, тогда на первой лекции нам сказали, что как только вы вынимаете пистолет, на этом разведка заканчивается. Разведка и пистолет – это две разные вещи. Разведка и взрывчатка – это две разные вещи. Разведка – это сбор информации. И в этом смысле, конечно, разведки работают, продолжают работать, но им, кстати, вот из-за путинской агрессии в Украине за последние два с половиной года серьезно поставили тоже заслоны, потому что основное количество, кстати, такой шпионской сбора, шпионской информации происходило так называемой легальной разведкой, то есть людьми, которые работали под легальными российскими крышами, типа посольств, консульств, там, представительств различных и так далее. Их выслано за последние два с половиной года 800 человек. И когда вы высылаете 800 человек, то это, в общем, очень серьезный удар, на самом деле, по этой разведке, по разведной сети, вот такой, которая собирает информацию, которая вербует источники информации, я не знаю, в правительствах, в президентских двадцах, в парламентах, в Министерстве иностранных дел, в Министерстве обороны, в Министерстве внутренних дел, каждой страны, где находится резидентура такая, либо СВР, либо ГРУ. Вот, то есть, на самом деле, серьезный удар по ним был нанесен, и это началось не сегодня даже, это даже началось не в 22-м году, это началось в последнее время, там, допустим, с 18-го года, когда Путин устроил покушение на Сергея Скрипаляя, на его дочь Юлию в Великобритании. Вот тогда пошла первая большая волна высылки, тогда было выслано 152 российских так называемых разведчика, по линии ГРУ, из 25 стран и из НАТО, кстати, вот тогда выслали последнего представителя Российской Федерации в НАТО. Так что, на самом деле, здесь тоже идет какая-то работа, но мы же понимаем, что это гидра. При Путине разведывательное сообщество выросло в два раза физически, чисто физически, вот и ГРУ, и СВР теперь составляет два раза больше работников, служащих этих учреждений, и, соответственно, у них есть возможности как-то там восстанавливаться, но одного выслали, другого прислали. А если выслали, допустим, по легальной линии какое-то посольство, то можно его послать под глубоким прикрытием, потому что сейчас очень большая диаспора русскоговорящая за рубежом, и в ней тоже можно утопить довольно много, большое количество шпионов. Ну вот с другой стороны, да, вот мы с вами говорим о том, что фактически терроризмом. Вот сейчас занимается путинский режим в Европе и пытается устрашить, запугать, передать какую-то напряжение, обстановку такое напряжение. Как следует реагировать на вот такие провокации, на такие диверсии? Ну, так как, в общем, западное общество и реагирует на них. То есть, с одной стороны, те, у кого профессия бороться с этим делом, с специфическими методами и средствами, они этим занимаются. То есть, прежде всего, методы контрразведственные, потому что они тоже такие же специфические, как и методы разведки. То есть, там тоже вербуется агентура, там перевербуется, перевербовывается агентура. Но потом там судят людей, а если их нельзя судить, потому что у них дипломатическое прикрытие, их просто высылают и не хотят, чтобы им на смену пришел новый шпион. А в остальном разведки используют, в частности, средства массовой информации, то есть, просто они рассказывают о своей работе, они рассказывают, что такие вещи присутствуют, это реальность, так сказать, в западном обществе. Но органы полиции, органы власти борются с этим делом, борются эффективно. И, в общем, здесь не нужно, так сказать, нагнетать какие-то страсти. Но понятно, что где-то работает. Вот у нас, допустим, во Франции сейчас мы готовимся к Олимпиаде. Понятно, что, в общем, ощущение, ожидание, что Путин может устроить какую-то гадость во время Олимпиады, естественно, есть. И, ну, Франция к этому подготовилась. Сами правоохранительные органы, специальные службы Франции подготовились. Плюс, вы же понимаете, что когда приезжает огромное количество делегаций со всего мира, то, естественно, задействованы все спецслужбы и всех стран, потому что есть содействие, есть совместная работа, есть совместная борьба, по крайней мере, там, на уровне европейском, там, в сотрудничестве с Соединенными Штатами, с Великобританией, с Австралией, с Китаем, даже с тем же самым. Вот. И вы будете удивлены, но, в общем, даже с российскими спецслужбами западные спецслужбы по-прежнему поддерживают контакт, потому что совместная работа по исламскому, допустим, терроризму, тем не менее, продолжается. Я вам напомню, что американцы были той спецслужбой. Так, я напомню, Сергей Олегович Жирнов, бывший сотрудник ГБС СССР, служба внешней разведки Российской Федерации, с нами на связи. Немного сейчас связь подводит. Сергей Олегович, вы меня слышите? Да, я вас... Да, 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 прервалась связь. Давайте продолжим мысль вашу. Вот мысль, которую я хотел как раз высказать, когда у нас прервалась связь, это то, что, я вам напомню, что остается сотрудничество между спецслужбами западными, даже с российскими спецслужбами и сейчас, потому что, например, американские спецслужбы информировали российскую сторону, российскую сторону, российские спецслужбы о подготовке терактов в Москве вот накануне крокуса, и то, что там ФСБ не предотвратило этот теракт, это проблема ФСБ, а не проблема западной службы. То есть даже вот на таком уровне, даже после двух лет, двух с половиной лет практически, глобальной войны Российской Федерации не только против Украины, но еще и гибридной войны против Запада, взаимодействия все равно остается. Мы знаем, что там перезваниваются министры обороны Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. То есть даже такие контакты не прерываются. Думаю, все заинтересованы во всем мире в том, чтобы контакты двух ядерных держав происходили, и они держали друг друга как минимум в курсе. Вот вы сказали, гибридная война против стран Запада. То есть то, что сейчас устраивает, по сути, путинский режим через в том числе агентурную сеть, в странах Европейского Союза, например, это уже можно, в принципе, трактовать как война? Это гибридная война. Да, это гибридная война в любом случае, потому что это война такая же, как война холодная была. Потому что шпионская война – это война чаще всего холодная. И в этом смысле, конечно, то, что я вам уже говорил, что есть отличие диверсий от разведки, от внешней разведки, от шпионажа. Шпионаж всегда проходит, это всегда чаще всего холодная война, это всегда за кулиса, это всегда тихая война, это всегда война интеллекта, это игра в шахматы, а не силовые методы ведения. И она, в общем, не прекращается никогда, и она активизировалась. Российская Федерация при Путине органы внешней разведки выросли в два раза физически, и, соответственно, от них требуют какую-то работу, и они что-то там постоянно делают. И на Западе, на самом деле, есть некое такое пропутинское лобби, которое даже, несмотря на войну Путина против Украины, которое изменило, на самом деле, ощущение на Западе, то есть раньше пропутинского лобби было больше. А вот сейчас есть все-таки реальные доказательства того, что сейчас стало политически некорректно иметь прямые контакты с Путиным, поддерживать его и так далее. И вот мы это видим даже во Франции, мы это прямо видим, потому что национальный фронт, национальное объединение Марины Люпен раньше совершенно не скрывало своих контактов с Путиным, получало от него деньги, там какие-то кредиты, ездили в Российскую Федерацию. Вот сейчас для них совершенно стало политически некорректно это говорить, и они сменили полностью дискурс весь свой. То есть теперь они осуждают Путина, говорят, что Россия страна-агрессор, они поддерживают Украину на словах, по крайней мере. Но это очень важная вещь, потому что они понимают, они ориентируются на избирателя, и они понимают, что этот избиратель, перед ним не пройдет лозунг, что давайте мы там с Путиным быстренько заключим мир, потому что, в общем, есть такие попытки. Мы видим, что на этом уровне Российская Федерация работает. Вот даже там Муратов из «Новой газеты» организовал какой-то там подписантов, нобелевских лауреатов, которые говорят, давайте, все, значит, пусть Украина сдастся, пусть Израиль сдастся ради мира, так сказать. Ну, таких пацифистов тоже довольно много. И это, кстати, одна из составляющих тоже этой войны гибридной, потому что, так сказать, воздействовать на умы, на западные, говорить, что ну зачем так уж сильно защищать свою страну, ну зачем уж отвоевывать эти территории. Вот посмотрите на Грузию. У нее забрали 20% территории в 2008 году. Ничего, живут люди, значит, выращивают лимоны, апельсины, купаются в море и так далее. Ну чего уж Украина там упирается, да уж сдайтесь там и так далее. То есть, на самом деле, это, конечно, тоже такая пропагандистская война, которая идет. И, кстати, чем менее Российской Федерации удается достигать успехов на поле боя, тем больше, кстати, идет эта война пропагандистская информационная. И запугивание, кстати, вот, допустим, Запада ядерной угрозой, это тоже составляющая этой информационной войны. Ну да, и мы видим, насколько активно сейчас Российская Федерация действительно вот эти методы свои начала включать в работу. Сергей Олегович, большое спасибо за то, что к нам присоединились и поделились этими секретами профессии. Сергей Жирнов, бывший сотрудник ГБС СССР и службы внешней разведки. РФ, напомню, с нами был на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.